Такое блюдо готовится быстро и легко. Готовим гезлюме из фарша и ювки. Фарша нам понадобится 400 грамм, но пока что отставляем его в сторону. Берем луковицу и мелко ее нарезаем. Мы нарезали одну половину луковицы, то же самое проделываем и со второй половиной. Далее нам понадобится один средний помидор, отрезаем жопку и режем мелко помидор. После того, как нарезали помидор, отправляем его в ту же емкость, куда мы до этого добавляли лук. Далее выливаем в эту же емкость 100-150 мл оливкового или же подсолнечного масла. Количество масла зависит от жирности фарша. Далее нам нужно все эти ингредиенты посолить и поперчить. Все это делаем мы, руководствуясь своими вкусовыми особенностями. И далее все это тщательно перемешиваем. Дальше добавляем одну столовую ложку кетчупа без добавок или же томатную пасту. И еще раз тщательно перемешиваем. А для тех, кто любит поострее, можно добавить острого перца крупного помола. И еще раз перемешать. Закончив с начинкой, переходим к нашей ювке. Разделить ювку очень просто. Достаточно на глаз поделить тесто пополам и просто разорвать его руками. Далее получившиеся половины также следует разорвать пополам, чтобы всего с одной крупной ювки получилось 4 треугольника. Поделив ювки, ставим сковородку на средний огонь. Получившуюся треугольную ювку смазываем тонким слоем, заранее приготовленным фаршем. Кстати говоря, класть много фарша на ювку не нужно. И собираем в конвертик. Таким же образом изготавливаем остальные гюзлеме. И вот такие достаточно аккуратные конвертики у нас получаются. Сковорода разогрелась, а значит пришло время начать обжаривать. С каждой стороны примерно по 3-4 минуты. Гюзлеме обжариваются на сухой сковороде. 4 минуты прошло. Переворачиваем и жарим точно так же 3-4 минуты только с этой стороны. Время вышло. Снимаем со сковороды наше блюдо. И приступаем к обжарке следующей партии. Те гюзлеме, что уже приготовились, мы будем смазывать сливочным маслом с обеих сторон. Этот процесс мы повторим с каждой лепешкой с начинкой. И продолжаем процесс жарки, сборки и обмазывания наших гюзлеме. Данное блюдо готовится легко и быстро. Из 400 граммов фарша и 1 килограмма вьювки, в ней было 6 листов, у нас получилось 24 штучки гюзлеме. Итак, подведем итог. Данное блюдо вносит отличное разнообразие в повседневный рацион. По вкусу оно чем-то напоминает традиционные блины с мясом. Но в то же время они имеют свой изысканный и оригинальный вкус, из-за которого их захочется делать снова и снова. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. Также напишите в комментариях, готовили ли вы такое блюдо или слышите о нем впервые. Ну а на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч!